Дорогие братья и сестры, в Евангелии есть одна загадка. В Евангелии от Марка говорится, что когда Христос подошел к Иоанну Крестителю, чтобы креститься от Него, то Иоанн Креститель сказал, «Это мне нужно от тебя креститься, и ты ли идешь ко мне?» А в Евангелии от Иоанна сам Иоанн Креститель говорит, что он не знал Христа до того, как крестил Его, а голос, который сказал ему крестить, сказал, «На ком увидишь Духа Святого, сходящего с неба и пребывающего на Нем, тот и есть крестящий Духом Святым». Как так может быть? Если Иоанн Креститель не знал Христа до того, так почему же он ему говорил такие слова, что «Я недостойный тебя крестить, это мне нужно от тебя креститься?» Так знал ли Иоанн Креститель Иисуса Христа до крещения или не знал? Давайте сами попытаемся здесь разобраться. Ответов может быть два. Первый. Иоанн Креститель не знал Христа как человека и почувствовал Святым Духом, что это Христос. Он его еще не знал, но только чувствовал. Подобно тому, как 30 лет назад Иоанн Креститель, когда находился еще в утробе своей матери Елизаветы, приветствовал приход Спасителя, когда он находился в утробе Девы Марии. Он вострепетал в утробе Елизаветы, когда в их дом пришла Дева Мария, уже будучи беременна, Спасителем Иисусом Христом. И своим вострепетанием он как бы приветствовал приход Спасителя. Он ведь не знал его раньше, но вот здесь он почувствовал Святым Духом и вострепетал при приходе Девы Марии. Итак, братья и сестры, он с ним не встречался раньше, как с человеком, но только почувствовал, что к нему пришел Христос. Второй вариант возможен такой, что Иоанн Креститель знал Христа как человека, но не знал, что он Сын Божий. Ведь Иоанн Креститель и Иисус Христос родственники, и вполне возможно, что они встречались даже и раньше. Вполне возможно, что Елизавета в детстве рассказывала Иоанну Крестителю о том, что Иисус Христос родился от Святого Духа, как ангелы Божии возвещали, что Христос — это Мессия и Царь Израиля. Вполне возможно, что Иоанн Креститель знал все это и чувствовал свое недостойство перед Христом, но не знал до конца, что он истинно Сын Божий. И поэтому, когда Христос пришел к нему, он сказал, «Я не достойный креститься и не достойный тебя крестить. Это мне нужно от тебя креститься». Но когда Святой Дух сошел на Христа, только тогда Иоанн Креститель и понял до конца, что это Сын Божий. Ведь, братья и сестры, опять-таки мы читаем у Иоанна Богослова, что родственники не верили в Христа, не верили, что Он Сын Божий. И сам Христос говорил о себе, что нет пророка без чести, только разве что в своем отечестве и у своем дом, у своих родных и близких. Поэтому Иоанн Креститель, который был родственником, не думал, что Он Сын Божий, не верил в это, не чувствовал это, но понял до конца и осознал, что Христос – Сын Божий. Когда увидел Святаго Духа, сходящего на Него, и голос Отца Небесного, вот тогда Он и познал, что это истинно Сын Божий. Братья и сестры, но и в первом, и во втором ответе Иоанн Креститель до крещения Христа не знал, что это Сын Божий. Итак, Он познал Его, когда увидел Духа Святого, сходящего на Него, и голос Отца Небесного. Какой же страх и трепет объял душу Иоанна Крестителя? И вместе с тем и радость была в Его сердце и Его душе. Братья и сестры, вот эту радость, страх и трепет я желаю каждому из нас, и вам, и себе. Радость Иоанна Крестителя, когда он познал Христа, когда он почувствовал, что это Спаситель, когда он увидел Святого Духа, услышал голос Отца Небесного. Братья и сестры, каждый из нас должен переживать эту радость на каждой Божественной Литургии. Тогда Иоанн Креститель прикоснулся к Иисусу Христу, когда крестил Его. Здесь же, на Литургии, каждый из нас может не только прикоснуться ко Христу, но причаститься Его тело и кровь, в себя принять Христа с Отцом и Святым Духом и стать обителью Святого Духа, стать обителью Иисуса Христа. Далее. Тогда Иоанн Креститель увидел Святого Духа, сходящего на Иисуса. Здесь же, во время Литургии, каждый из нас верую может увидеть Духа Святого, сходящего на святые дары, на хлеб и вино, и становящимися, освящающимися в тело и кровь Иисуса Христа. Тогда, братья и сестры, Иоанн Креститель услышал голос Отца Небесного. А здесь, братья и сестры, во время Литургии, как говорит Иоанн Затауст, каждый храм становится небом, каждый престол в храме становится престолом Божиим. И здесь в храме находится и Отец, и Сын, и Святой Дух, и все святые, и ангелы Божии вместе молятся с нами. И Бог, Отец, отвечает на каждую молитву. Братья и сестры, в одной книге я читал об одном священнике, что Он видел такое видение. Он видел храм на небесах. В храме молились святые. В алтаре возле престола стоял Сам Христос и возносил молитвы Отцу Небесному. Он говорил, а Отец Небесный отвечал Ему, «Какой был прекрасный голос у Христа! Но какой был голос прекрасный у Отца Небесного, как гром, с какой силою и могуществом был этот голос! Какой страх и трепет был у этого священника, когда он слышал этот голос!» Тогда он, братья и сестры, и понял, какие чувства были у тех, которые слышали голос Отца Небесного. Какие чувства были у Иоанна Крестителя. Он также понял из слова святого апостола Павла, что нет другого посредника между Богом и людьми, кроме человека Иисуса Христа. Ибо возле престола Божия достойный стоять только Христос. И поэтому на каждой литургии храм становится небом. Ибо ходатайство Христа возле престола Божия и совершаются все таинства. И наша молитва возносится к Отцу Небесному. Его молитвой Христа, Его ходатайством Христа Бог принимает молитву Церкви, потому что Церковь есть тело Иисуса Христа, как говорит апостол Павел. Итак, братья и сестры, вот эта радость переживания Иоанна Крестителя я желаю каждому из нас. Но эта радость должна быть со страхом и трепетом, с большим благоговением, как говорит псалмопевец Давид. Работайте Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Это, братья и сестры, очень важные слова. Со страхом и трепетом. И вот эта радость переживания Бога со страхом и трепетом есть только в православной вере. Все эти протестантские пляски, песни на богослужениях, их радость смешана с прелестью, как говорят святые отцы. Это подобно тому, как вода смешана с грязью. И вот такую радость, вот такой дар они приносят Богу. Возможно, Бог по своему смирению и принимает такой дар. Но лучше, конечно, приносить Богу чистую воду, чистый дар, истинный дар и угодный Богу, со страхом и трепетом воздается Ему нашей молитвой с любовью, смирением и покаянием, как учат святые отцы. Итак, нужно это помнить и радоваться Богу, и работать в Богу, и служить Богу со страхом и трепетом. Поэтому все эти протестантские застолья после богослужения, среди непразнословия должны быть чужды православной вере. Да, конечно же, никто не отменяет братскую любовь, братская трапеза, но всё должно быть с любовью, с молитвами. Почему, братья и сестры, на православных трапезах после богослужения читается жития святых в монастырях, в семинариях, в других местах, после службы собрались вместе кушать, но читается жития святых или какое-то поучение, чтобы никто не разговаривал, чтобы не было этого празднословия, чтобы была молитва, чинить духовные книги, духовные литературы. Дальше продолжалось богослужение и в своём сердце, и в совместной трапезе любви. Но очень важно хранить ту благодать, которую человек получил во время литургии и приумножать её, хранить. Очень важно. Преподобный Макарий Египетский после богослужения своим духовным чадом и всем монахам говорил «Бегите, отцы и братья!» Его спрашивали, куда бежать вокруг пустыни, а он отвечал «Бегите в празднословие, убегайте в свои кельи. Поэтому, братья и сестры, и нам, заповедливые святые отцы, храните благодать после причастия, после службы, после литургии. Убегайте в празднословие, болтливости. Убегайте потерять ту радость святого духа, тот репет и благоговение, которое мы получили от святого причастия, от божественной службы». Сам Христос показал нам пример в этом. После крещения Он уходит в пустыню, где 40 дней постится, а тем самым Он нам показывает пример, хранить благодать, удаляться от молвы, от чьего угодья, празднословия, от смехотворства, хранить Божью благодать. Поэтому, братья и сестры, нужно помнить, какой великий дар мы получили во время литургии, церкового причастия и хранить его. Также, братья и сестры, я хотел бы привести такой пример, аналогию и с Ветхим Заветом. Тогда, когда Моисей с народом израильским перешли через Красное море и подошли к горе Синай, где Бог дал завет Моисею, скрижали завета, запови свои даровал всему народу израильскому, тогда, братья и сестры, на горе Синай, Бог явился всему народу израильскому. Он говорил, и его голос был как голос труб громкий, как голос грома. Он явился в виде огня, дыма, облака. И Моисей поднялся на гору Синай, где находился сорок дней пусты, в посте и молитве с Богом. Здесь же Бог Отец говорит, Дух Святой является в виде голубя, а Сын Божий уходит на сорок дней поста после крещения, чтобы выйти на проповедь и дать нам новый завет, новый завет с Богом, кровью Своей и учением Своим. Итак, братья и сестры, будем помнить это и будем хоронить той дар, который нам даровал Господь Иисус Христос. Будем переживать вот эту радость Иоанна Крестителя, соприкасаясь с Иисусом Христом таинств и литургии, соприкасаясь и принимая Христа в себя, братья и сестры, будем радоваться Богу и служить Ему со страхом и трепетом. Ибо так только и угодно Богу. Аминь.